Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. На земле и в небе. На площади Куйбышева прошла первая репетиция Парада Победы. Безопасный подъем. По программе капремонта в регионе меняют лифты. Глобальное расширение. В Лигу КВН в новом сезоне придут играть рабочие и колхозники. Бомбардировщики в небе и парадные расчеты в едином строю. На площади Куйбышева прошла первая сводная репетиция Парада Победы. Пока в тренировке не принимала участие, только военная техника ночью перевозили в Самару. Тяжелое вооружение появится на площади на репетициях 5 и 7 мая. Что горожане увидят в День Победы, расскажет Марина Кравцова. Это первая репетиция Парада на площади Куйбышева. И все пока выглядит не столь торжественно, как будет 9 мая. Военные не в парадной форме, а в повседневном обмонтировании. Но даже первая репетиция собирает огромное количество зрителей. Центральные трибуны заполнены практически полностью. Трибуны уже смонтированы по всему периметру площади. И 9 мая увидеть в парад смогут около 26 тысяч жителей и гостей Самары. Все, как один строевой шаг, отработан к параду. Готовы и осталось пройти все на местности. Большое количество трибун ограничивает передвижение по площади. Парадные расчеты выстроились в единую линию. Она протянулась от улицы Красноармейской практически до Вилоновской. Кроме того, на репетиции точно рассчитывают и траекторию движения машин. По площади Куйбышева проезжают две «Волги» с открытым верхом. В них командующий и принимающий парад. Машины особенные. На одной госномер 1941, на другой 1945. Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! Даже на репетиции чувствуется торжественность момента. Свою роль играет и место, которое помнят героические страницы истории. Здесь состоялся в ноябре 1941 года военный парад, который позволил Советскому Союзу заявить о себе. Каждый военнослужащий, он почувствует свою причастность к этому празднику. И его отличная строевая выучка докажет, что он достойный защитник Отечества. Эмоции переполняют зрители. Люди просто не могут пройти мимо. Я спокойно не могу отнестись к этому дню. И мне было очень интересно посмотреть репетицию парада. Трогательно очень. Мне понравилась вот эта незабываемая атмосфера. Это для меня особенный праздник, потому что оба деда у меня воевали. То есть это всегда такая гордость за свою семью, за свою страну. В День Победы в парадном строю пройдут больше 1700 человек. Впервые наравне с военнослужащими 2-й гвардейской армии, сотрудниками МЧС, войсками национальной гвардии и других силовых ведомств промаршируют и юноармейцы. В первой репетиции не участвовала лишь колонна военной техники. Танки и тяжелые ракетные комплексы прибудут в Самару ко второй репетиции. Всего в механизированной колонне на параде будет около 30 машин. А над площадью пролетят бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8. Они уже подключились к совместным тренировкам. Вслед за военным парадом 9 мая пройдет техника времен войны в колонии военно-патриотических клубов. А после на площадь выйдет многотысячный бессмертный полк. Бессмертный полк в это время будет строиться на улице Молдогвардейской, границе улицы Некрасовской до улицы Ленинградской. И любой желающий может принять в нем участие. При этом, чтобы принять в нем участие, достаточно взять в руки портрет того человека, подвиг который вы чтите. На площади Куйбышева 9 мая будет и выставка военной техники, и любимая многими солдатская каша. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. 90 лифтов заменят Самарской области в этом году в рамках региональной программы капитального ремонта. Все чаще жители просят заменить им вид работ, вместо фасада обновить подъемники. В 277-м доме по улице Галактионовской ремонт почти завершен. В чем преимущество новых лифтов, расскажет Лариса Шлафаст. Лифты в подъезде 277-го дома по улице Галактионовской чаще стояли, чем ездили. Подъемники проработали 20 лет и давно требовали ремонта. Жильцы дома часто испытывали технический сбой лифтов. По 40 минут сидели, у нас есть люди-инвалиды. И эксплуатацию этих лифтов еще два года мы должны были терпеть. Мы изменили ремонт фасада на замену лифтов. У нас жильцы очень довольны. Сейчас замена лифтов стала все чаще и чаще. Люди, собственники просят заменить им другие виды работы на замену лифтов. Потому что лифты изношены, уже срок подходит. Мы идем на встречу в рамках возможностей законодательных и заменяем им лифты. Специалисты уже сняли старые подъемники. Сейчас устанавливают новое современное оборудование. Теперь лифты здесь будут энергоэффективны. С плавным бесшумным ходом, с антивандальным покрытием. И, что особенно важно, с усиленной системой безопасности. У нас шесть цепочек безопасности. Начиная от верхнего расположения ловителей. На кабине есть цепочка безопасности. В приямке натяжное устройство тоже. Они полностью безопасны. По программе капитального ремонта в области за три года заменили 600 лифтов. В планах на этот год обновить 90 подъемников. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Туи, можжевельники, барбарисы, полтора десятка декоративных деревьев. Этой весной появились в сквере героев 21-й армии. Их высаживают по инициативе бизнесменов в рамках программы «Цветущий город». Что из этого получилось, увидела Алина Чемерис. Пока еще саженцы, а через несколько лет стройные зеленые красавицы. Полтора десятка туй, можжевельников и барбарисов теперь будут украшать сквер героев 21-й армии. Деревья к самарскому климату привычные, растут по всему региону. Но если можжевельник способен выжить в любых условиях, туя создание более нежное. За ней особый уход. Единственное, что туя, вот мы на зиму будем ее закрывать, для того, чтобы они не получили весенний ожог от солнца, от снега. Чтобы композиция немножко была выразительной, более выразительной барбарисы. У них листья обычно даже летом красные такие, красочные. Композиция будет выглядеть вообще красочно, украшать будет вот это место. Деревья в сквере сажают в рамках программы «Цветущий город». В роли садовников – руководителей самарских компаний. Саженцы также предоставили представители бизнес-сообщества. Мы знаем свои возможности. Это все мы сможем сделать красиво не только на стадии посадки, но и потом будем ухаживать за этим. Так что вид приятный, благородный сохранится на веки вечные, чтобы не только для себя было, но для всех жителей города. Есть еще у нас необходимость высадки на территории города различных хвойных растений, декоративно-лиственных растений, цветущих пустарников. Поэтому то, что идет у нас озеленение таких объектов общегородских, значимых, центральных, именно с применением таких декоративных растений, как хвойные кустарники – это очень хорошее начало. То, что это делается руками бизнес-сообщества – это очень замечательно. Если хвойные деревья сажают в парках и скверах, то цветы кустарники – возле школ, спорткомплексов, во дворах. Некоторые из них начнут радовать самарцев своей красотой уже в июне. Виктория Шаре, Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Путешествие с комфортом. Железнодорожники обратили особое внимание на инвалидов. На вокзалах и в поездах в последние годы создаются условия, чтобы такие пассажиры чувствовали себя как дома. Одна из новых новинок сервиса – электронный спецбилет. До этого приходилось покупать бумажный аналог на вокзале. В необычное путешествие отправился и наш корреспондент. Пантусы, тактильная плитка, специально обученный персонал. Железная дорога вот уже несколько лет ориентируется на особых пассажиров, ведь их 10% от общего числа клиентов. Инвалиды сегодня путешествуют с комфортом. Встречают их уже перед входом на вокзал. Помогают добраться, донести багаж и разместиться в вагоне. Для колясочников в каждом поезде оборудовано одно спецкупе. В путешествии особый пассажир тоже находится под особым присмотром. Однако до евростандартов российским железнодорожникам еще далеко. Инвалидов добиваются того, чтобы поезда были удобны, доступны всем категориям граждан с позиции универсального дизайна. Что это удобно, допустим, поезд, который можно пройти от начала до конца на коляске. Это удобно не только колясочнику, это удобно обычному гражданину, потому что становится шире проходы. Да, может быть, мест посадочных меньше, но комфорт от этого больше. По новым стандартам идет модернизация вокзалов и платформ уже четвертый год. К примеру, тамбур вагона и посадочная площадка должны быть на одном уровне. Пока это правило соблюдается не везде. А чтобы не упустить ни одной детали, при работе железнодорожники встретились с представителями самарских обществ инвалидов и пришли к мировому соглашению при решении возникающих проблем. Мы договорились, что в ближайшее время мы проведем так называемую экспертизу проекта по вокзалу Самара, чтобы специалисты подсказали, что у нас есть и что нам нужно еще дополнить. Мы под каждого клиента, инвалиды, должны сформировать сервис услуг, чтобы он соответствовал и удовлетворял их. Новинка этого сезона – круглосуточная покупка спецбилета на поезд. Теперь не нужно ехать на вокзал и стоять в очереди. Интернет в помощь. Электронный билет приобретается минимум за три дня, а лучше за два месяца до предполагаемого путешествия. Центр содействия обработает информацию и в назначенный день и час спецпассажира встретят на вокзале и с комфортом доставят до места назначения. Татьяна Дмитриева, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. А теперь коротко о других событиях дня. Ангар с бытовой химией горел в Самаре в среду вечером на проезде Мальцево. Пожар охватил 200 квадратных метров здания. В тушении участвовали 65 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. Пожару был присвоен ранг повышенной опасности. Огонь удалось полностью потушить через два часа после вызова. Пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются. Сделал селфи, получи травму. В Самарской области 14-летний подросток чуть не погиб от за любви к автопортретам. Группа подростков прогуливалась на железнодорожных путях на станции «Отвага». Один из них залез на вагон-цистерну, чтобы сделать фото. А когда спускался, упал. Мальчик получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Семье пострадавшего подростка грозит административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей. Задержан 23-летний самарец, пытавшийся сбыть почти 7 килограммов синтетических наркотиков. В ходе обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили свертки с опасным веществом. Как выяснили правоохранители, сбыт запрещенный товар, хранившийся в квартире. Мужчина собирался с помощью закладок в разных районах города. Молодой человек, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, официально нигде не работает. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В Новокуйбышевский внук украл телевизор у бабушки. В полицию обратилась сама пострадавшая. 71-летняя жительница сообщила, что заметила внука с телевизором в руках на улице, когда возвращалась из магазина. Просьбу вернуть технику мужчина проигнорировал. По приметам, оперативники быстро задержали злоумышленника в одном из дворов. Подозреваемый в совершении преступления не имеет постоянного заработка и ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Ведется следствие. В Самаре открыли проезд по Московскому шоссе от Ташкентской до Зои Космедемьянской. Самарец снял с воздуха, как автомобилисты движутся по этому участку. Судя по видео, сейчас делают насыпь второй половины проезжей части возле ТЦ «Интермебель». Кроме того, в кадр попал строящийся тоннель для трамваев на улице Дальней. Блогер заснял и открывшийся для движения участок Московского шоссе. Жить в селах будет веселее. В Самарской области появились две новые Лиги КВН. В июне стартует проект Лига КВН трудовой молодежи, участники, коллективы заводов и крупных сельхозпредприятий. Довольно успешные команды уже есть у нефтяников и железнодорожников. Вторая Лига – юниорская. Веселое и находчивое открытие состоится 4 мая на фестивале школьных команд. В России юниорская Лига существует уже 16 лет, и дважды команда «Дети» и «Суходола» становилась ее чемпионами. Таланты в Самарском регионе есть, им нужна своя Лига. По задумке губернию поделят на 4 дивизиона – Самарский, Тольятинский, Северо-Восточный и Юго-Западный. Кроме того, для юных КВНщиков организуют специальную школу, которая начнет работать осенью. Это хорошая форма внеучебной деятельности. Это способ развить свои творческие способности. Это, в конце концов, для каждой школы подпитка из молодых талантливых ребят, юнош и девушек, которые потом станут на основной движущей силой на любом школьном празднике. Игры будут проходить не только в Самаре, Тольятти, как в крупных городах, но и в каждом населенном пункте нашего региона. Тем самым мы сможем познакомить жителей нашего региона с таким прекрасным движением КВН. И не только познакомить, но и дать возможность принять участие. А вот о каких интересных событиях наши журналисты расскажут в следующих выпусках. 3D-архитектура. Новые технологии на службе реставраторов. Проверили соцзащиту. Не все льготники Самары получают компенсации. Клещи атакуют. Как защититься от опасного насекомого? На этом наш выпуск завершен. Мы рада сообщить вам, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова